Сегодня рассматриваем такое приложение, записываем видеообзор на GizMeteo. Хотелось бы узнать, как оно выглядит, является ли это отдельным приложением или каким-то виджетом, всем чем угодно. Будем смотреть, конечно. Нажимаем на GizMeteo. Эта категория, напоминаю, новости и погода. Что мы видим? Мы видим описание информации на русском языке. Скриншоты разные всякие. Оценка 4.1. Хорошая оценка. Это 141 оценочка. Видим отзывы различные, примечания и похожих приложений нам не выдает, и приложений от этого автора. И издатель именно GizMeteo. Все, нажимаем кнопочку «Установить», устанавливаем данное приложение. Загружается, устанавливается, установилось. Открываем его. Что же мы увидим? Хотелось бы узнать, найдет ли оно местоположение мое, например. Оно ищет или что? Или не ищет? Киев. Киев это прекрасно, но как же сделать свое местоположение? Как же ж найти, 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 ну, наиближче. Это самые близкие в переводе. Ничего не находит? Только Киев можно посмотреть. Ага, то есть избранное можно добавлять, например, шостка, сумская область, добавить. Плюс 17 облачно, да? Это у меня сейчас стоит фильтр по часам. Сейчас поставим по дням. Это идет именно утром, днем и вечером погода. Вот. И по неделям. Наступный тыждень. Ага, вот уже отдельно будет по дням. То есть плюс 17, плюс 16. И погода. В пятницу ожидается дождик. Еще хотелось бы посмотреть, знает ли оно маленькие населенные пункты, например. Непропетровская область. Есть такая Непропетровская область. Нажимаем добавить. Что же оно покажет? Сейчас якобы солнечно. Да, ну, конечно, не Днепропетровский район, а Петропавловский. Ну, это как бы мелочь, но все равно погода показывает, села показывают, города мелкие показывают, Киев показывают, что нам еще нужно. В принципе, все замечательно, приложение работает. Вот, так что ставим лайки, подписываемся на наши обновления, будет еще много чего интересного. До свидания.